В сегодняшнем уроке мы с вами пройдем декоративную часть горловины, то есть это будет отдельно вышитый элемент, который будет пришиваться к поясу, который будет пришит именно к шее, то есть это будет горловина. Для вышивки я нашла все элементы, которые по цвету мне подходили под мой фатин. Я нашла такие элементы, как кристалл сваровский, капля, кристалл размером 7 мм на сантиметр, кристалл 6х6 мм, это сваровский. Также можно использовать кристалл, который можно взять на Алиэкспресс, то есть посмотрите, в чем разница, то есть насколько они отличаются. Чем они отличаются? Они отличаются по большей степени цапами, то есть цапы более дешево выглядят. Давайте на дно посмотрим. Тут более ювелирная работа, здесь более простая, но чем мельче кристалл, тем меньше этого видно, то есть маленькие дешевые кристаллы выглядят вполне достойно. В сваровске чем еще привлекательно? Что оттенки более глубокие и интересные. Здесь один вы видите цвет, а здесь хамелеон, то есть опал его называют еще. Также я буду использовать бусины, гальванированные бусины двух размеров. Я нашла только два размера. Если вы найдете больше размеров различных, то чем больше, тем лучше. То есть это выглядит вот так вот в бусах. Подобные бусы можно брать на Алиэкспресс, но Алиэкспресс это долго. Более быстрый вариант это заказ на ярмарке мастеров. Там немного дороже, но зато идет в течение недели, то есть приходит. Именно эти бусины я взяла в Литве в магазине тканей. И именно оттенки различные я только там встречала. То есть в российских магазинах более простые оттенки. То есть красный, так красный, без каких-либо переливов. Также можно использовать бисер. Это микробисер. Бисер рубку длинные трубочки. Бисер рубку Тоха. Вот Тоха он более дорогой, рублей 80-90 такой стоит. А обычная рубка может стоить рублей 30-40. То есть качество, конечно, есть разница. Но ищите все, что найдете именно в том, когда начнете уже вышивать, разберетесь. Здесь тоже есть оттенок, но не знаю понадобится или нет. Но на всякий случай буду при себе иметь. Четкой схемы у нас нет, поэтому будем ориентироваться по ходу действия. Для основы вышивки я беру фатин. Также можно использовать сеточку для лифа. То есть сеточка для лифа, а для вышивки на самом деле это идеальный вариант. Она не деформируется после растяжения. Она растягивается, но возвращается в свою форму. То есть это наиболее подходящий вариант. Если у вас такой сеточки вдруг не оказалось, можно использовать для этого фатин. Но фатин не в один слой, а в несколько. Потому что фатин деформируется. То есть он остается вот таким образом. То есть он никак не ворачивается обратно. Поэтому лучше берем 4 слоя. Он довольно неплохо пружинит. Тем более нам нужно более плотную вышивку. То есть у нас не будет узоров каких-то. Именно будет такая в виде броши что-то вытянутой. Пяльца можно взять как пластиковые, так и деревянные. То есть главное, чтобы наша деталь по размерам подходила именно для этих пялец. У нас будет вышивка 6 см на 12-15 см. Поэтому нам этого достаточно. Также нам понадобятся такие щипцы струбцины для того, чтобы держать пяльца. В строительном магазине их можно приобрести. Я брала, были дешевые, 27 рублей. Есть дорогие, но мне такие не попались. Нитки я буду использовать обычные. И для самого узора я использую вот такую книгу. Книгу я брала в Леонардо. То есть это викторианские узоры и орнаменты. Я подыскала подходящий лично для меня орнамент, который я буду использовать на шее. Можно также из них делать пояс. Похожий, но как раз нижнюю часть. При помощи кальки я перевела узор. Если у вас нет подобной книги, вы можете найти в интернете картинки викторианские узоры. Либо на свое усмотрение найти любой орнамент, который вам подходит. Этот орнамент не слишком уж простой. Его перерисовывать достаточно долго, минут 10. Поэтому можете выбрать более что-то простенькое. Далее. Скальки. Вы можете перевести это на сеточку. То есть ставите на сеточку и перерисовываете мягким карандашом. То есть все границы. Так как у меня здесь достаточно мелкая прорисовка, я сделаю проще. Под фатин просто подложу картинку. И мне будет ее видно. То есть я прямо по бумаге буду вышивать. Вот и все. Бумагу можно будет оторвать аккуратненько. Либо намочить. И таким образом избавиться от бумаги. Также, если у вас довольно простой узор, вы можете смешать. Перерисованный узор на сетке, в принципе, виден на фатине. Но нужно уже будет приглядываться. Поэтому я выбираю вариант вышивки прямо на бумаге. Берем пяльца. Они у меня не раскручиваются, вот такие резиновые. Используем прямо так. Накладываем сверху. Расправляем. Натягивая немного. Но не слишком. Чтобы не сильно не перетянуть. Так как фатин может в один слой, кстати, рваться. Поэтому еще я и делаю. Несколько слоев сразу. Все лишнее обрезаем. Оставляя сантиметр-полтора вокруг пялец. Это делается для того, чтобы вся лишняя сеточка нам не мешала работать. Бумажку можно прикрепить пока иголочками. Далее, когда пришлются крайние фрагменты, можно будет иголочки убрать. Крепим к столу пяльца. Можно, конечно, использовать, если у вас более простой рисунок и мелок, то есть по мелку прорисовывать. Но, опять же, повторюсь, что слишком мелкая прорисовка для того, чтобы чем-то подобным рисовать. Хотя можно использовать белый карандаш для глаз и так далее. То есть кто на что гораст. Креплю пяльца так, чтобы центр у меня был на весу. Потому что начинать мы будем именно с центра и расходиться в разные стороны. Использовать для центра я буду самые крупные фристаллы. Так, узелок мы делаем прямо на месте, начиная с самого центра. То есть медленно оставляем хвостик. Заходим в это же место еще раз. Несколько стежков делаем, оставляя закрепку. И берем самый крупный кристалл, который у нас есть. Примеряем его. С воровски. И начинаем вставлять. То есть отходим немножко подальше, чтобы смещения не было. Надеваем. Крепим нижние отверстия. Проходим. Делаем. В две нитки. Крупный кристалл проходим не прям несколько раз. Потому что он крупный. И чтобы он не шатался, нужно его пришить очень крепко. Практически вся нитка уходит на его закрепку. Далее смотрим, что у нас с вами есть. У нас есть вытянутый кубик. И вот такие вот бусины, но они уже достаточно темные. Поэтому постараемся что-то более светлое здесь держать. Похоже на шарики, то автоматически получается нужно ставить квадратики. Ставим сюда квадратики. 4 штучки. И по очереди их пришиваем. Можно их ставить прям квадратиком, можно немножко так ромбиком. Я буду вести квадратиком. Здесь тоже 4 отверстия. Проходим через оба. Все 4 укладываем, чтобы они были друг к другу симметричны. Так как узор у нас идет симметричный. Удерживаем пальцами кристалл, чтобы он не сдвинулся. Спасибо. На этом году мы получаем три два три. Темные еще нам не подходят, нужно оставаться в светлой позиции, заходят хорошо капельки. Их держим под углом, подровнем. Смотрите продолжение в следующей серии. Фрагмент симметричный. Причем симметричный не только по вот эти две стороны, но и с этой и с этой стороны. То есть четыре фрагмента по факту сделаны одинаково. Поэтому три из четырех я уже вышила. Как раз вы посмотрите, что у нас получается. И немного расскажу, как я действовала. То есть полностью повторить узор, который мы нарисовали, естественно, невозможно. Почему? Потому что микробисер. Это тонкие элементы, а вот бусины, которые шестимиллиметровые, и рубка, ими уже управлять и выгибать так невозможно. Поэтому приходится подстраиваться более под геометрические фигуры. На что здесь нужно обратить внимание? Элементы у нас делятся на темные и на более пастельные тона. Поэтому хаотично смешивать их лучше не стоит. То есть здесь я поставила акцент в середине на светлый элемент. То есть вот в этом светлом квадрате пастельном я не использую темные элементы. То есть вот эти элементы рядом с кристаллами ставить нельзя. То есть все, что более пастельное, все вот в этот квадрат. Дальше я растянула немного более светлый узор. Немного далее. То есть получилось так, что светлый тон – это как бы рисующий, а темный – заполняющий. То есть такой смысл. Здесь еще есть между ними мостик, так сказать. Это микробисер. Он яркий, то есть он и близкий к пастельному, и близок к темному. То есть это как бы связующее звено. Он здесь рядом идет и с темным, и с светлым. На что еще можно сориентироваться? Все, что похоже на лепесток или какие-то округлые части, можно заполнять пайетками. Так я и сделала в центре. То есть вот этот уголочек заполнила пайеткой. То есть получилось у меня 4 лепестка из пайеток и 4 из длинной рубки. То есть они схожи по тону, поэтому использую разные такие, то кругленькие, то длинненькие. Края чертила матовым бисером. Здесь дальше двигаемся, смотрим, что у нас более тонкие элементы, получается, можно пройти микробисером. То есть вот эти тонкие завитки, вот с этой стороны, я заполнила бисером, который более витиеватый, такие кругленькие. Также можно использовать на заполнении вот этих веточек рубку. То есть смотрите, главное заполнить полностью все сплошное. И рядом с крупными элементами держать более мелкие, мельче, мельче, мельче. То есть когда придерживаетесь этого принципа, в принципе все у вас получается. Что лучше не делать? Это одного размера элементы ставить рядом с друг другом. То есть особенно крупные. Две крупные босины рядом с друг другом смотреться не будут. То есть если ее поставить прямо рядом, они не очень будут смотреться. То есть все время мешайте все размеры. У меня не очень удачно было, с чем связано, что размер один 6 мм, другой 2. А в лучшем случае, это если бы был размер 4, 3, 2. То есть было бы еще удачнее все это прорабатывать. Если вам тяжело откуда-то конкретно начать, то есть начинайте работать с более тонких элементов. Например, тонкие завитки мы однозначно заполняем микробисером. То есть с них давайте и начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Если у нас идет прямая, то можно работать по несколько бусин. Но здесь такой округлый завиток, поэтому и пришиваем по одной бусинке. То есть не несколько сразу, только по одной. Стараемся повторять симметрию, что на одном, что на втором. То есть придерживайтесь симметрии. Дальше у меня идет угловатый рисунок, который можно заполнить либо маленькой рубкой, либо длинной рубкой. То есть здесь прям направляющие идут вертикально. То есть я так и стараюсь вертикально их направлять. То есть узор, даже если он сложный, он просто дает нам направление. Не обязательно один в один какой-либо рисунок повторять. Главное уловить направление, мотивы. То есть это просто как вспомогательные узоры. Здесь идет завиток. Но я не завиток повела, а бусинку, ранделинку, трехмиллиметровую. То есть сымитировала получается завиток просто капелькой. Не забываем, что более крупные фрагменты мы ведем. Проходим с ниточкой пару раз минимум, чтобы закрепить. Дальше идет такая веточка. Ее тоже заполняем микробисером. Здесь уже можем работать по несколько элементов. То есть две бусинки. Работаем по границам. То есть вот они границы. От края до края. Главное заполнить, как будто зарисовать карандашом или фломастером. То есть заполнить. Просто вместо карандаша или красок у нас идут элементы бисера. Если идет на расширение границ, берем уже не две бисеринки, а три. Лучше всего, когда мы идем по диагонали. То есть заполнение по диагонали. Не по прямой, не поперек. По наклонной. Я стараюсь оставаться именно в границах на черченом. То есть вот у меня маленький завиток двухмиллиметровый. Вот треугольничек. Мне нужно, получается, заполнить. Я смотрю на следующую границу. То есть вот на другом берегу, так сказать. Две бусинки примерно зрительно входят. То есть две я и накалываю. Вот маленький остался островок как раз для одной бусинки. То есть я оставлю одну. Дальше пошли. Вот граница идет где-то полтора миллиметра. То есть где-то наискосок, если вести, то две-три бусинки можно вести. Бисеринки. По наклонной. Вот опять завиток. Можно поставить бусинку. Я как раз выбрала здесь поставить большую бусинку. Ставлю ее симметрично. Большую бусину. Лучше раза три пройти. Ниточкой. Немножко подтягиваем. Если наклон у вас на бок упала, бусина, то есть отверстием вверх, заходите в отверстие с другой стороны и как бы подтягивать ее в обратную сторону, чтобы она стала прямой. Я двигаюсь к узору. То есть вот такого же заполнения. То есть вот эта веточка. Тоже заполняем по наклонной два, три, четыре, пять элементов. Ориентируясь на край. Ориентируясь на край и двигаюсь по наклонной сюда. То есть сколько бусинок войдет, по наклонной столько и ставлю. и ставим. Вот. Смотрите. До границы не дошла одна бусинка. То есть добавляем. Диагональ поставили. И вот пустоту сейчас я заполню методом вычисления. Сколько бусин осталось? Допустим, сюда нужно сейчас пять. Расстояние на две. То есть зрительно вы считаете. Если зрительно не видите, то насаживайте бусинки и уже смотрите по нитке. То есть нитку наклоняйте и смотрите, сколько сюда заходит. Теперь попробую найти центр. Центр найти проще всего и заполнить его более крупными фрагментами. Концовку попробуем заполнить кристаллами. Пяти миллиметровыми и четырех миллиметровыми. То есть в кучку их собрать. Здесь тоже такая впадина получилась. Можно сделать перемычку. Тоже длинной рубкой. Либо, если у вас не длинная рубка, короткие рубки из нескольких штучек. Как бы поставить заглушку. Чтобы контуры все-таки были достаточно ровными. Не слишком обрывистыми, допустим, как веточка, как листики. Пришиваю кристалл пять миллиметров. Он сюда отлично заходит. Не забываем, что более крупные фрагменты нужно несколько раз пройти, чтобы они у нас не оторвались и не болтались. Пришиваю четырех миллиметровый. Три, пять скорее даже. Продолжение следует... Сюда хорошо подойдет вот эта капелька. Потом она тоже пастельная и светлая. Поэтому центруем ее тоже. Здесь промежуток достаточно ровный. может зайти как раз эта широкая рубка вот таким образом, то есть лесенкой. Мы очертили границы. Теперь просто занимаемся заполнением. Заполнять можно чем угодно. Просто бисером, рубкой, длинной рубкой, короткой. Разницы уже нет. Главное все заполнить именно в сплошную, чтобы не было у нас промежутков. Чтобы вышивка была очень плотная. Елочкой параллельно все складываем. С обратной стороны стараемся сразу повторять. То есть введите сразу симметрию. Так вам не придется запоминать. Просто по одну сторону немножко прошли, по другую сторону. Сейчас мы пробуем ввести как бы тоже ось. ось. Ось обычно идет из кристаллов. У меня есть темный кристалл 4-х миллиметровый. Я его ставлю на центровку. Рядом с ними можно поставить биконусы 3-х миллиметровые. То есть это зона у нас темного. И кристаллы, и бусины все идут темные. То есть не мешаем. То есть если вот островок более светлого, то здесь опять темная зона. Больше напоминающая заполняющую, чем рисующую. То есть это зону, и бусины все идут темные. Опять стоим крупно, то есть бусины. Бусины как бы здесь выстраиваются в ряд полукругом. На самом деле, включайте фантазию. Самое беспроигрышное, это найти все элементы просто в тон. То есть в тон основного платья. Стараться не совмещать темное со светлым, яркое со светлым. То есть это довольно опасное совмещение. Есть, конечно, исключение из правил, но работа должна быть очень тонкая. Для того, чтобы, если вы не очень тонкую работу сделаете, то есть аккуратно все лепестки, то это будет слишком бросаться в глаза. Вот чем отличается совмещение опасное, светлое с темным. И все пустоты я заполняю 2-х миллиметровыми маленькими гальванированными бусинами темными. То есть это называется межзаполнение. Прорисовка светлым и межзаполнение темным. Чем больше элементов, тем вышивка смотрится интереснее. То есть если у вас всего лишь два размера бусин и один кристалл, то сложно добиться красивого узора. Пробуйте находить больше вариантов. Если не можете найти, то пробуйте использовать дополнительно золотой или серебристый цвет. То есть золото всегда поможет дополнить. Либо прозрачный наоборот. Если у вас тон голубой идет, то если мало элементов нашли голубого, то берите прозрачный. Прозрачный всегда есть и кристалл, и рубка. То есть больше разнообразия. Тот же самый жемчуг. Жемчуг тоже старайтесь брать двух размеров. Допустим 2,5 миллиметра и 3 миллиметра. Техника похожа на смешивание кружев. Сначала очерчиваем центровые оси. Здесь это центровые кристаллы. Потом очерчиваем края и заполняем уже чем придется. Вот такая простая технология. На вид может кажется сложно. Но на деле это не так сложно. Так, пошла у нас косичка. Здесь вот достаточно большой элемент, который нужно чем-то тоже заполнить. Я возьму бисер Тоха. Допустим по 3 бусинки пойду на вертикаль. То есть с одной стороны, на второй берег переходим по диагонали. Иголкой выходим на середине. То есть если это 3 бусинки, то на второй выходим. Как бы замешиваем. Я не выхожу из-за границы. То есть где у меня прочерчено, вот. Я выхожу иголкой с одной границы, захожу на другую границу. Если идет расширение, то есть мы меняем 3 элемента на 4. То есть 4 бусинки закладываем. При уменьшении ширины, соответственно, убираем лишнее, наоборот. Когда идет на сужение, там уже 2 бусинки и 1. Но даже когда идет одна, все равно старайтесь вести ее по диагонали, на перекос. Играет сухи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...